Чрезвычайное положение в регионе еще не повод паниковать. Согласно решению СНБО во всех областях Украины, в том числе и в Одесской, кроме территории Луганской и Донецкой областей, вводится чрезвычайное положение, которое будет действовать в течение следующих 30 дней. В Одесской облгосадминистрации призывают жителей региона не паниковать, ведь для обычных граждан ничего не изменится, разве что может возрасти количество проверок на улицах и стратегических объектах. Введение военного положения сейчас вообще не обсуждается, как и вопрос мобилизации. Главная задача местных властей – обеспечение работы стратегически важных предприятий региона. Также в облгосадминистрации не видят угрозы со стороны Приднестровья. Нет угрозы для работы морских портов. Что касается комплектации теробороны, то 122-я бригада укомплектована более чем на 60%. Кроме того, Сергей Гриневецкий отметил, что область готова принимать переселенцев в санатории Куяльники в лагере «Молодая гвардия». Также для этих нуж в ближайшее время планируют рассмотреть локацию 74-й женской колонии, где можно разместить 3000 человек. У нас есть место в молодежном центре «Молодая гвардия». Это там, где действительно можно прийти людей уже сегодня. Поручи есть много объектов. Та же самая 74-я женская колония, которая прекратила свою работу и сейчас находится на консервации. Это почти 3000 мест со своей инфраструктурой, даже с домом культуры, детским садом и спортивным майданчиком. Глава нацполиции региона заявил, что служба переведена в усиленный режим работы. Вместе с нацгвардейцами проводятся контрдиверсионные мероприятия. К тому же, на время действия чрезвычайного положения, патрулирование улиц в регионе будет усилено. Также в нацполиции региона отметили, что за последний месяц наблюдается резкое снижение преступности. Однако участились сообщения о заминировании различных объектов инфраструктуры. За звездный период, то есть в сечнем месяце, мы констатуем резкое снижение преступности, то есть в регионе спокойно сегодня. Но вместе с тем нас турбуют майже щоденно такие инфраструктурно-гибридные вызовы, то есть за видом неправдивые сообщения про заменование, особенно банков, школ, торговельных закладов. Поэтому прошу сохранить спокойствие. Мы абсолютно на эти все факты реагируем, соответственно наших инструкций. И в целом ситуация оперативная обстановка на территории области контролирована и спокойно. Также в Одесской области, помимо двух существующих помещений для теробороны, выделят дополнительные три. В частности, речь идет о двух локациях в Одессе. На улице Старопортофранковской и на площади Деревянка-1 в издательстве Черноморья на первом этаже. Еще одно помещение будет в Малой долине. Там переоборудуют бывший пионерлагерь. Отмечу, что руководители нацполиции, ГСЧС и СБУ в Одесской области заявили о том, что ситуация полностью контролируемая. А усиление режима позволит сохранить стабильность в регионе. Василий Базовлук, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер». Продолжение следует...